Служить мамоне или Богу? С кем ты? Мир вам сестры, братья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Служить мамоне. Что это значит служить мамоне? Это в тайном обществе преподносить жертву какому-то истукану? Или в тайне от всех приносить жертву идолу, как в фильмах Индиана Джонса? Честно, я так раньше представлял. Тогда, когда Библия была тайной книгой. Понятной, только избранной. И это было так. Помню, в начале 90-х у меня был друг, который имел Библию дома. Она была только как атрибут запрещенного. Они ее не читали. И говорил, что если хоть раз ее прочитаешь, то станешь баптистом. Он так сильно берег меня, что так ни разу и не показал. Но времена меняются. Бог подарил мне первую Библию в моей жизни. Это была книжечка «Новый Завет и Псалтир» Гедоновских братьев. И, друзья, так и произошло. Как говорил мой товарищ, я все-таки прочитал Новый Завет. И действительно, эта книга меня изменила. Это было где-то 94-й год. Жаль, что мой товарищ ее не прочитал, а сейчас его уже нет. Прошло время. Библия стала более простой. И более того, особенно Новый Завет, наоборот, написан самым простым языком того времени. И в Библии все очень просто. Бог дал свое слово не для тайны, а для того, чтобы все слова эти узнали и поняли. Все люди до края земли. Все без исключения от пола, национальности и финансовых возможностей. И более того, сам Дух Святой, он лично объясняет нам слово Божье. Бог хочет быть понятым. Он ищет взаимопонимание с тобой, слушатель мой, с нами и его детьми. С Духом Святым все просто. А где начинает усложнять, там религия. Служить мамоне или Богу? Если у нас возникают вопросы, и мы не можем получить ответ, значит, это всего лишь нужно рассмотреть более детально, что мы и делаем на страницах этого блога. И это касается служения мамону или Богу. Есть плейлист «Мамона или раздаватель» на Ютубе, где мы рассматриваем все в деталях, как бы углубляемся. Посмотрим на слово мамона в Библии и в наше время. На служение даятеля в Библии и в наше время. Задайте вопрос Богу. Кто на первом месте в моей жизни? Забота или ты, Бог Отец? Мы много говорили и сейчас обсуждаем. И будем говорить о Боге Отце, Иисусе Христе и Духе Святом на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии. Служить мамоне или Богу? И начнем со слова «служить». Почему именно с этого? Друзья, это основа понимания этого места из Писания. Мы возьмем известное место из Слова Божьего. Нагорная проповедь, где Господь учит своих учеников и нас с вами. Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи с 24 по 34. Никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботитесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые линии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе так не одевался, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Коль мне почем вас, маловеры. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи с 24 по 30. Служить, строить взаимоотношения с Богом. Это с 31 стиха. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что все этого ищут язычники. И потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. И это все приложится к вам. Итак, не заботитесь о завтрашней дне. Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 31 по 34 стих. В стихе 24 все начинается со слова «служить». Никто не может служить двум господам. Да, это все просто. Здесь наш Господь говорит тем, кто хочет быть с Ним. Кто хочет с Ним строить взаимоотношения. То есть тому, кто не боится слова «служить». Служить, строить взаимоотношения с Богом. Именно здесь употребляется слово «служить» как раб. Сестра, брат, ты еще здесь? Ты еще не испугался слова «служить» как раб? А служить Богу как раб. Я знаю, что вы здесь и идем дальше. Первое. Здесь говорится тем, кто хочет служить Богу. Наш Господь Иисус Христос. Никто не может служить двум господам. Да, наш Господин Иисус Христос. Но давайте представим жизнь раба у Господина Его. Мы немного оторваны в современном мире от слова «раб». Но в то время это слово не вызывало такой шок. Господин своего раба поит, кормит, одевает, дает жилье. А раб работает и делает все, что говорит ему хозяин. Да, друзья. Кто-то может сказать, что жить у того, кто тебя будет кормить, поить, давать жилье – это классно. Пусть даже это и рабство. Но это не так. Любой раб, человек, который был или есть в рабстве, скажет, что первое желание в таком состоянии – это стать свободным. Когда в рабстве теряется вкус ко многим вещам. Пусть даже поют, кормят, одевают, дают ночлег. Можно посмотреть, и мы будем в этом плейлисте говорить о такой женщине, которая занималась бизнесом, которая была одержима семью бесами. Но она все кинула, когда ее освободил Иисус Христос и стала следовать за Ним на каждом шагу. Что теперь есть? Пить или во что мне одеться? И здесь Иисус Христос показывает нам, что когда ты пришел к Нему, Он, как Господь, теперь будет полностью заботиться о тебе. И степень своей заботы Он показывает как хозяин к своему рабу. Например, есть просто работодатель по времени. Просто выдал зарплату и все. И его не интересует, что ты кушаешь, где спит, где спишь, во что одет. Потому что Он выдал зарплату, а ты сам решай, как будешь тратить. Если ты потратил быстро или цены выросли на продукты. Его это не интересует. А здесь Господь показывает состояние человека как раба. Не как угнетение и безвольность, а как в сфере обеспечения. Потому что Господин полностью обеспечивает человека одеждой, водой, едой, ночлегом. Раб не должен даже думать об этом. Эти вопросы решает его Господин. Иногда бывают люди, которые не доверяют Иисусу Христу. Потому что они не только не доверяют, так они еще и ропщуют. Поэтому Иисус Христос в 31 стихе сказал. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться». Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 31 стих. «Они вроде бы и пришли к Богу, но не доверяли Господу в сфере обеспечения. Они пытались сами зарабатывать, чтобы обеспечить себе, что пить, что есть, во что одеться». То есть они оставили работу у своего Господина, не доверяя ему. Была определенная работа на каждый день. Они оставили ее и пошли в наем к другим хозяевам. Богатые люди – любимцы Бога. И если мы возьмем то учение, которое было в то время, многие фарисеи учили, что преданность к деньгам и Богу полностью совместимы. А это учение было связано с распространенным мнением, что земные богатства означали Божьи благословения. Поэтому богатых людей считали любимцами Бога. Начало богатства и Бог. Конец – любимцы Бога. Иисус Христос сказал, что служить богатству и Богу – это раздельные вещи. А тому, кто хочет жить и служить Богу, должен доверять ему и в сфере обеспечения. Возопил народ к Моисею. Помните ропот Израиля в пустыне, описанный в книге «Чисел» 11 главе? Возьмем стихи с 1 по 6. «Народ стал роптать слух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять стай крана, край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли им имя месту тому Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую ели в Египте, мы ели даром. Огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только мана в глазах наших». Числа, 11 глава, стихи с 1 по 6. Было практически то же самое, только некоторые вспоминали, как им хорошо было раньше в рабстве, и как плохо сейчас, потому что послушались Бога и пошли за Моисеем. Вы заметили, откуда пошел ропот? В стихе 14 пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. «Ропот пошел с пришельцев, чужого народа. Но посмотрим, кто страдал, а что случилось. Страдали все. Берегитесь, сестры, братья, от ропота». Во времена Иисуса Христа служить мамоне. Они говорили во времена Иисуса Христа. Роптали. «Что нам есть, и что пить, и во что одеться?» 31 стих. «И так не заботитесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. А потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Иисус Христос ответил, что ропщат только язычники, которые Бога не знают. Это язычники искушают и говорят не доверять Ему. Они также и говорят, изменяют Божье доверие. То есть они говорят, что богатство – накопление, совместимое Богом. Любовь к деньгам, заработок любыми способами – не помеха взаимоотношений с Богом. А богатство – это мерило взаимоотношений с Отцом Небесным. Потому что богатые люди – это любимцы Бога. На это Иисус Христос говорит, не можете служить Богу и мамоне. Сестры, братья, задайте вопрос Богу, как можно послужить Ему сейчас, сегодня. Спросите у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите, задайте вопрос Отцу Небесному. Сегодня мы путешествовали во времени, были с учениками и слушали Нагорную проповедь от Иисуса Христа. Также были и в пустыне с израильским народом, путешествовали по Слову Божьему. И мы еще много будем говорить на темы Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь, будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. А сегодня я заканчиваю. Конечно, если вам понравилась запись или вы получили слово Откровение от Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.